Аристотелем завершаем греческую философию. Он, кстати, в средние века так и воспринимался как вершина, хотя я лично так не считаю. Он энциклопедист, он много написал по всем направлениям науки. Скорее всего, даже некоторые книги это ученики писали, потому что... Ну, если вот весь комплекс книг рассматривать, известных под именем Аристотеля, ну, там человек просто во всем разбирался. По биологии он писал, по физике он писал, по логике он писал и так далее. Правда, обычно писал чушь. То есть вся современная наука где-то с 16-17 века это критика Аристотеля категорическая. То есть Аристотель, он создавал мифы в мире, скорее чем. Но с другой стороны он упорядочил те представления, которые были у арисов традиционно. Он их упорядочил, писал в конкретных книжках, там разбил все по полочкам, поскольку логику-то он действительно разработал. Как-то вот логически связано это изложил, но не все там оказалось правдой со временем. Значит, он родился в Стагире, то есть в греческой колонии. Ну, если так по нашим понятиям, типа где-то на периферии. Но город его был со временем захвачен македонским царем Филиппом, это где-то было в окрестностях Македонии. Папа у него был врач, известный вообще Аристотель, он из семьи потомственных врачей. И, возможно, с этим связан материализм его, то, что он всегда все рассматривал именно как прикладное. То есть у него такой взгляд врача на эти вещи, на все. То есть идея это все хорошо, а лечить-то как будем. Примерно так он обычно рассуждает. Ну и, видимо, интерес к биологии. Вот этот он по биологии много писал. Видимо, тоже все от папы. Папа у него тоже писал книги по медицине, систематизировал. Продолжал традицию Гиппократа. Но медицина была-то какая-то же аюрведическая, там у них была на основе Дошиных. Так же, как и в Индии. Но, тем не менее, хотя там определенный такой был пласт мифологический и в медицине. Не то, что мифологический, а метафизический. Она все равно была прикладная. Поэтому тут прикладной характер всякого знания Аристотелю словил. В 17 лет его папа отправил в Афину учиться. Он там сначала учился у риттеров. И, в общем, он очень сильно интересуется языком. Риттер, естественно, это тоже же прикладная наука. Это основной смысл риттеров, это толкать речи в судах, то есть адвокаты. Но применительно вот к толканию речей в судах, они очень сильно изучали язык. То есть, каким образом, какие используются приемы. То, что если это все разложить по полочкам, потом это все превращается в чисто механическую такую работу. Тут мы такой прием воткнем, тут такой прием, тут у нас такая будет структура речи, тут такая и так далее. Аристотель тоже это все обобщил. Собственно, риторика античная у Аристотеля тоже своего максимума достигла. После риттеров он учился у Платона, потому что Платон самый крутой тогда был. Учитель основал вот эту академию. И там не только же Платон был, там много было всяких специалистов, то есть что-то типа университета там было. Но с Платоном достаточно быстро они поконфликтовали. И куча всяких историй по томатичности рассказывали, как конфликтовали Аристотель с Платоном там вплоть чуть ли не до драк. Тем не менее, они как-то так конфликтовали взаимодействие. И учение Аристотеля во многом, конечно, это платонизм, только такой более приземленный, так скажем. После смерти Платона уезжают они на остров Ассос вместе, кстати, с крупными платонистами, потому что их там пригрел тиран Гермий. И там они некоторое время процветают, пудрят мозги этому тирану, читают там друг другу лекции, пишут книжки свои. Потом, по мере того, как все это дело подминает, продолжает Македония, его приглашают обучать Александра Македонского. И вот эти два великих человека античности, они связаны. То есть Аристотель — это воспитатель Александра Македонского, будущего завоевателя Персидской империи, который практически объединял весь там даже неизвестный мир. Ну, за минимум Италии, которая считалась где-то так на периферии. Никому не нужна, в общем. Вот, но недолго он, конечно, потому что Александр, он в юном возрасте взял власть. Где-то лет восемь они с ним пробыли, но, видимо, влияние большое оказало то, что как раз с 14 до 20 лет, самый такой возраст, где надо учиться, и учителю Александра Македонского был хороший. После того, как Александр Македонский пошел в поход, Аристотель вернулся в Афины. Афины тогда входили, в общем, в Македонскую империю. Там он как раз основал свою школу, Ликей собрал кучу народа, там, в общем, процветал, тоже продолжал книжки писать, 10 лет преподавал. Потом восстали демократы, и демократы какие-то в Афинах вечно были мракобесами. И, естественно, от демократов Аристотель убежал, потому что он понял, что его сейчас как Сократа просто к смертной казни приговорят. А демократы немедленно начали его обвинять в хуленах богов. Такое обвинение было стандартное. Но и оно на самом деле-то правильно, то есть он как бы с ними... Вряд ли он им подробно объяснял, но дело в том, что Аристотель и Сократ были монотеистами, а товарищи действительно были язычниками. Но они обычно так это все толпе не говорили, все это подробно считали их просто идиотами. Но те, видимо, как-то чувствовали, и постоянно на них именно в хулены языческих богов в обвинении формулировали. Ну, в общем, бежал он оттуда в какой-то мелкий город, где он быстро заболел и умер. Возможно, он был отравлен этими самыми демократами, или они его довели вот этой травлей. И вообще вся эта ситуация, видимо, его довела, так как умер Александр Македонский, пошли везде в восстание, и все было уже непонятно. Значит, поскольку много Аристотель, в этом клипе будет биография и теория, а в следующем будет, видимо, практика, а также влияние на последующие события, последующую жизнь. Метафизика, это его работа, которая посвящена, так сказать, общей теории самой, то есть то, что после физики. Он идет от прикладных, сначала физику пишет, то есть как по его мнению природа выглядит, но не так, как по нашему мнению она сейчас выглядит. Ладно, потом пишет метафизику, то есть каковы причины того, что природа так вот и выглядит. И он там обычно выделяет четыре причины для любой вещи наблюдаемой. Это материя, то есть то, из чего вещь создана. Она из ничего возникнуть не может. Она постоянная, она вечная материя, бесформенная. И она первично оформлена в виде пяти первоэлементов. Воздух, вода, земля, огонь и эфир. Ну, то есть вот это вот учение в пяти элементах, оно везде, в общем, и в Индии, и в Китае, и в Греции. Это общее учение всей Евразии было. Пять элементов он к материальному уровню относит. Далее идет форма. Форма — это то, что оформляет материю и позволяет отделить эту вещь от других вещей. Форма как бы становится сущностью всякой вещи, и форма создает, естественно, Бог. То есть все вещи созданы Богом. У Аристотеля монотеистическая, безусловно, концепция. И формы всех вещей придумал Бог и так их создал. Но материи форма недостаточно, потому что на это, допустим, мы форму можем придумать, материи тоже есть, а вещи нет. Должна быть еще причина и цель. То есть вот третья причина — это действующая причина. То есть это момент времени, с которого начинается существование вещи и то, что ей предшествует существование вещи. Первопричиной опять же Бог является. Четвертая — это цель, то есть для чего эта вещь. Она тоже как бы является причиной существования вещи. И конечной целью тоже является Бог. То есть Бог, он является и перводвигателем, и конечной целью Аристотеля. С него все начинается и все кончается. Именно вот это представление потом в реальной философии христианства, ислама, господствовала. То есть большинство богословов всесредние века и до современности христианских, исламских, они в той или иной степени были последователи Аристотеля. А не последователи каких-то смешных сказок еврейских, которые даже не являются, собственно, философией, являются просто фольклором горных варваров, как Цельс когда-то это все называл, просто сказками глупыми. Естественно, они, поскольку официально католическая церковь признавала Библию вот эту иудейскую, они эти сказки народу рассказывали, но они в них сами не верили, они верили в Аристотеля. То есть фактически основателем католицизма является Аристотель, а не евреи, а евреи как бы так. Использовались для примера сторонниками Платона и Аристотеля. Ну и платонистов тоже много было, конечно, и католиков. Значит, вот немного отвлекся. Кроме вот этих представлений о четырех причинах вещи, оно, наверное, пример надо, но лучше даже пример какой-нибудь неживой. Допустим, дерево, оно состоит из пяти элементов по Аристотелю. В основном оно из земли, раз оно твердое, состоит. Но вода там тоже есть, там есть, конечно, воздух и огонь, и эфир, раз оно живое. Вот это материя, то есть чего она состоит пять элементов. Форма дерева понятна. Это то, как оно выглядит, форма его. И то, что мы его описываем именно как дерево, а не как кустарник, а еще как-то по-другому. Вот форма это слово, прежде всего, которое описывает. Действующая причина дерева это семя. Дерево выросло из семени. Вот это действующая причина его. Цель дерева. Это то, как бы, для чего оно существует. Но тут можно по-разному цель, конечно, описывать. То есть можно спорить о цели. Видимо, там оно существует для того, чтобы усваивать энергию солнца, да, и чтобы им питались дальше животные. Ну и от цели непосредственно дерева можно дальше восходить к общей цели, да, благо всех там живых существ и к Богу. То есть для чего Бог создал дерево, можно это пообсуждать. Вот таковы четыре причины, по которым дерево существует. Также актуальность и потенциальность выделил Аристотель. Дело в том, что они там много спорили, из чего существует, из чего возникают вещи. Допустим, существующие возникают из существующего или не из существующего. И поэтому Аристотель выделил потенцию, то есть потенциальное существование, когда что-то может возникнуть. Я акт, то есть актуальное существование, когда оно возникло. Поэтому у него вещи возникают из своего потенциального существования, а не друг от друга. Ну и с буддистской точки зрения, мне кажется, что это определенная такая игра слов, потому что, а мы это потенциальное существование не видим, и все равно получается, что одна тварьма от другого возникает. То есть одна вещь от другой, конечно, возникает. Они связаны причинно-следственными связями, но они возникают друг по другу, и она пропадает сразу. То есть вещь сразу становится несуществующим в тот момент, когда другая возникает, так грубо говоря. Причем эти вещи, они очень маленькие. Во времени они очень маленькие в протяженности. Они вот так вот все время вспыхивают и все время гаснут. Но они связаны между собой вот так вот. А вот это актуальное, потенциальное, это опять же он ударяется в язык. Аристотель очень много путает существование с языком. Фактически он же здесь что пишет, актуальное, потенциальное? Это фактически о слагательном наклонении в греческом языке. И вот это у него постоянно, и в эту ловушку вся западная философия. Ну до 19-го где-то века, когда они начали критиковать уже язык, вот в этом и сидели они, все время язык анализировали на самом деле. Но наиболее ярко это видно в учении Аристотеля о категориях. То есть категории это наиболее общие по Аристотелю и фундаментальные понятия, всеобщие свойства явления действительности. То есть Бог сначала категории создает, потом уже из категории все остальные вещи. И вот он разработал систему категорий. Главная категория это субстанция, то есть сущность существования как таковая, и остальные ее признаки. Ближайшие признаки у нее 9. 9 прадикатов у сущности по Аристотелю. Ну и вот какие они? Индивидуальная сущность, потом вторая сущность вида и роды. Дальше количество, качество, отношение, место, время, обладание, положение, действие и страдание. Страдание имеется в виду, что на нее направлено какое-то действие. Что мы здесь видим? Это падежи. Это перечисленные падежи и наиболее важные грамматические категории глагола типа «действительный залог и страдательный». Вот. Бытияра видов и родов – это тоже, в принципе, это родительный падеж. Просто вот это отношение родительное у него и виды родов. Родительный, наверное, в группу выделил. Но это не о мире, это философия. Это о языке, это он просто обобщает грамматические категории, индоевропейские языка. Вот все. И они в этом так и сидели. Они все время путали существование с языком и все время изучали язык. Все потом последующие вот эти западные, все почти иканты, вся эта, так скажем, идеалистическая философия. Это идиотское обозначение Маркса, который в сущности не понимал, а просто лаялся. Но вот как бы в данном случае можно так сказать, но философия языка, так скажем, скорее вот так их лучше назвать всех. Но помимо категории он в биологии работает эмпирически. В биологии он, допустим, создал иерархию уровней всех существующих, всего существующего и разделил на неорганику, на растения, животные и человека. Но это, в общем, и так было без Аристотеля очевидно. И это и так всегда выделялось и без него. Ну, то есть у него была и так же эмпирическая какая-то классификация. Все находится в движении по Аристотелю. То есть он, в отличие от Платона, считал, что нет где-то какого-то вечного мира. Нет. Все находится в движении, все взаимосвязано. То есть вот тут он достаточно близок к буддизму. И причиной движения является Бог. Поскольку мы все вот эти, все равно причины все прослеживаем, то где-то была, значит, и первая причина. То есть вот это по Аристотелю доказательство существования Бога. Что раз все вещи имеют причины, где-то есть самая последняя причина. Доказательство существования Бога, говорили в Аристотеле. И так же у него есть теориологическое доказательство. Раз все вещи имеют какую-то свою цель, есть где-то самая последняя цель. То есть это тоже Бог. Ну и вот эти все доказательства потом Фома Аквинский обобщил. Они, естественно, хорошо ложатся на католицизм. То есть реальный основатель католицизма – это, безусловно, Аристотель. То есть то, что сейчас полагают христианством. А еврейские сказки – просто вот это сказки, которыми иллюстрировали философию исключительно. Они постоянно, вот эти все христиане, когда эти все сказки из Библии цитируют, они им все придают всякий другой смысл, символическое толкование это у них называется. Это что означает? Что они сами сказки не интересуют. Их интересует Аристотель, а сказки просто уже как такая проститутка, которая его обслуживает. И вот к этому и сводится любое символическое толкование. Что текст меня не интересует, меня интересует как некий другой текст, на самом деле, обосновать этим текстом, за уши притянуть и так далее. Поэтому любое символическое толкование – это проституирование того смысла, которое есть в тексте. Толкование может быть только дословное чего-то. Ладно, от попов переходим опять к Аристотелю. Душа и тело. Именно, Аристотель и душа – это интеллектия тела. То есть смысл существования тела – это душа. Она не телесна. То есть, вот в отличие от стойков, в стойке думали, что душа – это какая-то, что-то типа воздуха. Он, например, как мы представляем себе привидение. Это какая-то фигня прозрачная. Она тоже материальная, она просто сидит в человеке. Вот так стойки представляли. И обычно большинство верующих, насколько я их представляю, или вот как они мне сказаются, они примерно так вот видят дело. Но на самом деле душа нематериальна. По Аристотелю и вот по большинству, как считали большинство основателей мировых религий, и чётко это понимали на самом деле, она не является каким-то существом, который внутри тела живёт. Это как раз, это какое-то обозначение, так скажем. Это какая-то цель тела. Это какой-то смысл существования тела. Так. То есть, душа – это скорее слово, чем какой-то воздух. И по Аристотелю это безусловно так. Аристотель также большую написал психологию. Ну, видимо, это вот там уже в человеке побольше про душу, в практической части, потому что к практике относятся. Аристотель разработал логику. Как и Сократ, он думал, что да, разумом можно всё познать. И поэтому нужно разобраться, в чём заключается разум. Конечно, в логике он опирается на Платона. Платон это всё дело развёл. Он систематизировал Аристотель. Какие-то свои вещи тоже доработал. Аристотель чётко сформулировал логические законы, которые, в принципе, Сократ их тоже уже понимал, просто почётчу там всё классифицировал Аристотель. Закон тождества, что понятие всё время в одном значении должно употребляться. Закон противоречия, нельзя противоречить рассуждения друг к другу, ну, в своём и себе. И закон исключённого третьего. То есть, или одно истинное, или другое, а третьего не бывает. Ну, это безусловно. Законы верные. Любой демагог всегда нарушает один из этих трёх законов. И, в частности, католические демагоги постоянно тоже их нарушают. Они пытаются на Аристотеля опереться. Но им надо ещё некие такие сказки и догматы, которые были придуманы людьми глупыми. Им тоже надо как-то их, так сказать, оправдать. И пытаясь подшить сказки и догматы к философии, они обычно нарушают логические законы. Вот на этом основана, так скажем, апологетика в католицизме, православии и так далее. Кроме того, Аристотель разработал учение о силлогизмах, которое тоже постоянно сейчас изучается и является основой логики. То есть, он классифицировал различные ведомые заключения, показал, какие из них ложные, какие истины. Но, надо сказать, по мере становления математической логики сильно критиковали Аристотеля, особенно в начале XX века. То есть, Аристотеля у нас начали в физике критиковать, где-то так, в веке в XVI. И потом уже его раздолбали вплоть до логики. Но, тем не менее, для такого практического, допустим, для чего Луик Аристотель разрабатывал? Чтобы речь в судах толкать. Вот для юристов вполне достаточно. А уже если мы, так сказать, серьезной наукой занимаемся, тогда нужно, конечно, и пирсов почитать Аристотель, то есть критику Аристотельской логики, который, в общем-то, как и всякая критика, она частично основана на том объекте, который критикуется. Вот, также есть у него топика, где он тоже немножко другую логику разработал. Он рассматривает там топы, то есть различные формы, в которых нарушаются законы логики. Допустим, многозначность слов, путаница рода и вида, неправильные термины. И рассуждения с такими терминами, они являются не строгими, они выражают вероятность. То есть вот этим он тоже занимался, это тоже его интересовало, и потом много тоже логиков этим занималось и развилось это дело. Времени мало это все рассказывать. Ну вот, то есть выводы какие? Это монотеистическая доктрина, которая легла в основу известных нам форм христианства и ислама. И она была строго логической, хотя с некоторыми крупными логическими ошибками, которые позднее были раскрыты. Но в основе ее была логика, и собственно создатель систематизировал все логические приемы и всю логику, которая была в предшествующей античной риторике, в том числе у его учителя Аристотеля. Вот такие выводы по теории Аристотеля. Продолжение следует...